Первый интерес к отпечаткам пальцев начали проявлять еще индейцы, но использовать уникальность узоров в практической плоскости стали китайцы. Вместо подписи они заверяли отпечаткам купчие. Наука же дактилоскопия начала зарождаться в 19 веке. Сегодня возможности дактилоскопической экспертизы используются широко и очень активно. Эта экспертиза позволяет в кратчайшие сроки подтвердить личность человека, установить причастность его к какому-то изъятой следы, виду преступления, сравнить между собой. Она не требует больших материальных затрат, поэтому является одной из самых востребованных в наше время. Время не стоит на месте. Вместе с ним меняется и процедура установления личности по отпечаткам пальцев. Сегодня в распоряжении экспертов есть оборудование и компьютерные программы. Последнее, кстати, разрабатывают белорусские специалисты. И надо отметить, весьма удачно. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система установлена не только в нашей стране. В своей работе ее используют, к примеру, в Украине, Грузии и Кыргызстане. Она позволяет сузить круг поиска, ускорить, потому что в ручном режиме пролистать в нашей базе порядка 800 тысяч находятся дактилоскопических карт, и пролистать их вручную человеку нереально. Поэтому была придумана эта система. По определенным параметрам поиска, который задает эксперт, она выдает нам рекомендательный список кандидатов. И уже не как в фильмах показывают, иногда две секунды поморгали картинки и пишут 100% совпадение. Нет, это не так. За каждым совпадением судьба человека стоит и кропотливый труд эксперта. Поэтому не машина, а человек определяет уже, он или не он. Не так давно стали использовать и новый способ передачи данных с мест преступлений через специальные телефоны. Сейчас внедряется передача данных, изображений, следов с мест преступлений, с мест происшествий при помощи 3G-связи. То есть в тестовом режиме у нас сейчас работает, были закуплены смартфоны, и там по определенному каналу связи передается информация в отделку. К слову, дактилоскопия входит в перечень экспертизы и исследований, которые проводятся специалистами наиболее часто. Как правило, отпечатки пальцев и ладоней проверку проходят по постановлению правоохранительных органов. Соседствуют они в данном списке с судебно-медицинскими экспертизами и трассологическими. Список по заявлениям граждан в частном порядке выглядит несколько иначе. Чаще всего жители региона обращаются за установлением истины в вопросах спорного родства. За 4 месяца текущего года экспертами Управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области было выполнено более 12 тысяч экспертиз и исследований. Как показывает статистика, наиболее востребованные среди граждан – это генетические экспертизы по установлению спорного родства, родства – это трассологические экспертизы по исследованию маркировочных обозначений транспортных средств и комплексные психиатрические экспертизы. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.